Сегодня мы будем рассматривать письменную литературу. Я уже говорил о том, что она принципиально отличается от фольклора. В частности, мы рассмотрим вопрос, который очень важен для современной письменной литературы. Это вопрос о соотношении одного главного героя, персонажа и многих других. Вообще, этот вопрос встает и по отношению к фольклору. В фольклоре, ну скажем, в поэмах Гомера, характерном древнегреческом примере фольклора, там тоже есть главный герой, ну, Одиссей, Улисс, в поэмах Одиссея и во всем цикле вокруг Одиссея. Одиссей, ну и другое имя его Улисс, это главный герой. Но он отличается от основных героев других и от главных богов, которые тоже выступают, тем, что вокруг него идёт повествование. Вот, вы знаете, в письменной литературе это тоже происходит. Я в качестве примера хочу остановиться на жанре романа, потому что роман – очень важный жанр для европейской и, в частности, русской литературы 19-го, 20-го, ну и 21-го века. В 21-м веке роман начинает сильно взаимодействовать с новыми видами искусства, с электроникой, с сериалом. Сериал – это новый жанр кино, близкий к кино, который возникает в связи с экранизацией романа. Ну, поэтому интересно присмотреться к тому, как же выглядел классический роман в европейской литературе 19-го, 20-го века. Ну, я очень коротко упомяну классические романы французских романистов 19-го века, позапрошлого века. Ну, я имею в виду, прежде всего, таких писателей, как Бальзак, Флобер, Стендаль, ну, отчасти Золя. Они выработали особый тип романа. Ну, возьмем для примера Бальзака. Ну, скажем, я надеюсь, что некоторые слушатели читали Бальзака и помнят. Роман, который по-французски называется «Illusion perdue», «Утерянные иллюзии», «Утраченные мечты». Главный герой романа «Люсиэн де Бампре» – это молодой человек, который приезжает в Париж. Его задача – сделать карьеру в Париже. Но оказывается, что похожая задача у многих героев других романов, других великих романистов Франции этого времени, в частности, в такую же общую схему – молодой человек приезжает в Париж, или молодой человек в каком-то французском городе делает свою начальную карьеру, в которой, оказывается, увлечены женщины, в него влюбленные. Это романы Стендаля, такие как «Красное и черное», «Люру же Люнвар». Замечательный фильм с участием Жерарда Филиппа в главной роли. Но это еще не сериал, а это именно фильм по роману Стендаля. Вы знаете, романы этого типа – романы о таких, ну, грубо говоря, молодых карьеристах, как главных героях. Обычно карьеристы, которые имеют большой успех у женщин. Такие романы возникают в определенный период во Франции. Это рост капитализма. И это связано с определенным типом исторического развития и, соответственно, биографией отдельных личностей. На это обратил внимание, среди прочих, может быть, одним из первых, замечательный наш поэт Осип Мандельштам, который был также и проницательным критиком и читателем классической литературы. У него есть блестящая статья, написанная почти сто лет назад. Она называется «Конец романа». Стендаль описывает ситуацию жанра романа вот в тот момент, когда он пишет. Это, значит, 20-е годы прошлого, 20-го века. Стендаль говорит, что жизнь настолько переменилась, что романисту просто нечего делать. Романист сейчас не может придумать такой сюжетной схемы, которая была естественной во времена Бальзака и Стендаля. Почему? Потому что исчезли люди, которые сами строили свою биографию. Биографию теперь строит общество в целом, строит государство. Мандельштам пользуется сравнением с бильярдным шаром. Раньше можно было думать о независимых героях. А сейчас те, кого мы хотим изобразить как герои романа, они как бильярдные шары. Ими управляют их биографии, определяются тем, что с ними происходит. А следовательно, жанр романа в 20-м веке по Мандельштаму невозможен. Давайте посмотрим на эту проблему, просто сравнив то, что предполагает и предлагает нам как свою гипотезу или теорию Осип Мандельштам. Давайте сравним это с романом, который написан позже. И уже на материале 20-го века. Того самого века, который не даёт людям независимых биография. И я предлагаю в качестве такого романа, который имеет смысл разобрать, роман, который написан тем не менее в традиции русского реалистического классического романа, романа Толстого, отчасти Достоевского. Это роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Герой романа по основной жизненной профессии врач, поэтому он называется «Доктор Живаго». Но в романе он выступает так же, как поэт. И в частности, целая часть романа – это стихи «Доктор Живаго». Очень важная часть того, что делает Живаго – это его поэзия. Для неё он перед смертью уходит из дома, занят в основном подготовкой своих старых и новых стихов и так далее. То есть он сам понимает, что главное, что от него остаётся – это остаётся стихи. То, что в них выражено. Как же быть с этой мыслью, что у человека нет своей биографии, что он как бильярдный шар, которым управляет чей-то удар, и вы сами не располагаете собой, вы себя чувствуете просто во власти каких-то жизненных сил, они создают вашу судьбу вместо вас самого. Вот как совместить психологию героя, которого описывает Мандельштам, когда говорит, что исчезает независимость персонажа, как это совместить с возможностью того, что герой оказывается поэтом, он сам пишет свои стихи, никто ему их не навязывает, это его свободная воля. Он так отвечает на удары судьбы, он пишет о них в стихах. Может, это случайность? Давайте посмотрим другой характерный роман, написанный тоже в 20 веке, тоже в старой традиции, но при этом роман, который отвечает на наш же вопрос, и мы столкнемся с той же проблемой. Я имею в виду замечательный роман Томаса Манна «Доктор Фаустас». Я предполагаю, что присутствующие читали живаго, поэтому не стал вдаваться в подробности по поводу романа и автора. А по поводу Томаса Манна надо сказать несколько слов и об авторе, и о самом романе. Я не предполагаю, что вы все уже успели перечитать, но надеюсь, что прочитаете этот роман. Он очень важный для той темы, о которой я сегодня говорю, но и вообще, я думаю, что этот роман нужно знать. Это роман, написанный выдающимся немецким автором 20 века, о вымышленном им человеке, который по его фантазии замечательный композитор. Это главный герой романа, он же доктор Фаустас. То есть, то обстоятельство, что это оба доктора, доктор Живаго и доктор Фаустас, это случайность. Доктор Живаго действительно врач Живаго, доктор, а доктор Фаустас – это ссылка на традиционный образ немецкого средневекового фольклора, а потом и письменная литература всей европейской письменной литературы, включая русскую. Это образ Фаустаса. Фауста, то есть, такого замечательного ученого, который продал душу дьявола. Это средневековая легенда. И дьявол за это многое для него делает. Доктор Фаустас – это великий композитор. Какова судьба великого композитора в Германии 20 века? Сам Томас Манн, один из самых известных немецких писателей этого времени, уже очень популярный благодаря своим первым романам, ну, таким я называю самые замечательные, самые известные, как Буденброки, как «Волшебная гора», замечательные романа «Санатория», в котором люди лечатся от туберкулеза и обмениваются мыслями о мироздании. Томас Манн испытал некоторое влияние разных идеологических споров, которые происходили в Германии перед приходом Гитлера к власти и во время прихода Гитлера к власти. Томас Манн, в конце концов, понимает, что с Гитлером и мы не по пути. Он эмигрирует, как многие крупные немецкие писатели, как его ближайший родственник, брат Геннэй Хманн. Томас Манн уезжает из Германии и становится эмигрантом. Томас Манн испытал влияние разных споров, которые велись вокруг Гитлера и идеологии фашизма перед приходом Гитлера к власти. Одно время, судя по сожженным потом частям дневников, Томас Манн, возможно, даже склонялся к тому, чтобы что-то пытаться понять в национал-социализме, в учениях фашистов, но быстро понял, что ему с ними не по дороге, он порывает с фашизмом и уезжает в эмиграцию. И доктор Фаустус, это роман, написанный на основании всего его Томаса Манна антивашистского опыта, и он сам попытался описать, что он испытал, что он продумал, когда он писал «Доктор Фаустус». Это очень интересное его эссе, оно тоже есть в русском переводе, в сочинениях Манна, так что вы можете прочитать это. Это роман одного романа. История того, как Томас Манн писал «Доктор Фаустус». Но в частности, оказывается, что для биографии главного героя, главным источником, может быть одним из существенных источников, чтобы понять начало его болезни, его трагедии, одним из главных источников была биография великого философа Ницше, как её понял для себя Томас Манн. Томас Манн, как вообще всё это поколение европейских писателей, не исключая и русских, вот того поколения, которое складывается в первой половине XX века, испытал сильнейшее влияние Ницше. Ницше тот философ, который был властителем дум в своей эпохе. То есть он определял многое в мыслях разного рода мыслителей и писателей этого времени. И поэтому Томас Манн была существенная биография Ницше. Вы знаете, что Ницше, автор идеи «Сверхчеловека», он придавал большое значение тому, что по ходу истории человечества вырабатывается особый тип «Сверхчеловека». Он изложил это в своей знаменитой книге Азератусте. Азератусте и Томас Манн, как многие писатели, испытавшие влияние Ницше, пытались понять биографию самого Ницше. Ницше в конце жизни сходит с ума самым ужасным образом. То есть теряет полностью сознание, погружается в невероятный сумрак полного безумия. Оказалось, при изучении материалов биографии Ницше, оказалось весьма вероятным, это сейчас разделяется многими, что Ницше заболел из-за своей юношеской неосторожностью, болезнью, которая тогда была практически неизлечима. Это был сифилис, который в позднем своем развитии часто, не всегда, но часто даёт полное безумие. Это такое разрушение нервной системы и мозга, когда обычное мышление становится невозможным. Вот это та схема реальной биографии, медицинской биографии, которую имел в виду Томас Манн, значит, его герой по юношеской неосторожности встречается с какой-то публичной женщиной, проституткой, заражается от нее этой болезнью, ну, как следует, не может лечиться, не лечится. Болезнь в нем тлеет, как-то странным образом соединена с его творчеством. Это интерпретируется и может быть интерпретировано и как легенда о дьявольских силах, которые помогают композитору. Томас Манн ставит, пытается решить проблему, как в искусстве соотнесены регресс, обращение к прошлому, иногда страшному, дьявольскому, проклятому прошлому. И мысли о будущем, какие-то светлые мысли, с которыми можно связать слово «прогресс». Соотношение регресса и прогресса для Томаса Манна в этом романе становится очень важным по отношению к искусству. В этом Манн совпадает со многими великими людьми искусства 20 века. Я сейчас об этом в данной связи говорить не буду, но только скажу, что здесь Манн не одинок. Это круг идей, который вообще важен для искусства 20 века, для его соотношения с тем, что происходит с историей и с обществом. Таким образом, Манн описывает ситуацию в чём-то сопоставимую с ситуацией доктора Живана. Оба героя и великий композитор у Томаса Манна и замечательный поэт, который в жизни никому, почти никому не известен как поэт, а известен просто как врач, доктор Живана. вот эти два персонажа, они отделены от других людей в романах, и о них написан роман, но при этом роман описывает их не как создателей собственной судьбы, а как людей, которые сохраняют свой независимый талант, дар, в какой-то мере независимый, в какой-то степени независимый, ну, например, от дьявольских сил у доктора Фаустуса, от силы самой болезни. И вот это всё становится предметом романа. Ну, что касается доктора Живага, я бы обратил ваше внимание на одну очень важную особенность этого романа, о которой много написано критиками и теми, кто восхищался романом, и многими, кто его критиковали. Роман Пастернака характеризуется тем, что в нём огромное количество случайных совпадений. Случайно одни и те же люди, выступают в разных ролях существенных для романа. Дети, которые окружают героиню, одну из двух героинь Лару в её юности, потом оказываются важными персонажами уже эпохи гражданской войны, когда с ними же пересекается судьба самого доктора Живага. Такого рода совпадений в романе очень много. То есть роман весь состоит как бы из потока случайностей. Вы знаете, моя жизнь так удивительно сложилась, что я довольно близко знал, ну, отчасти из-за моих родителей, которые были его друзьями, я близко знал автора романа Бориса Леонидовича Пастернака. И мне как-то пришлось обсуждать с ним и вот эту особенность романа, наличие бесконечного количества случайностей, обнаружения каких-то почти что тайн. Пастернак сказал мне, что он, собственно, так и жил, что это именно характер его жизни. Он сам в жизни всё время сталкивался с таким потоком случайных событий. Случайных, но которые как бы несут в себе что-то. Но я сейчас не буду говорить о том, в какой мере это вообще черта прошлого 20 века, но, по-видимому, в отличие от предыдущих традиционных форм жизни, те обстоятельства жизни, которые характеризуют российский 20 век, мировые войны, революции, колоссальные сдвиги во всём, что происходит вокруг, всё это не могло не вести к неожиданным и странным происшествиям, которые как-то обращают на себя внимание писателей. Поэтому не только по той причине, о которой писал Мандерштамм, не только потому, что не сам герой создаёт свою биографию, но потому, как складывается вся история вокруг, мы видим, что и герой оказывается не в той ситуации, в которой обычно для традиционного романа с французского французского XIX века, с которого я начал. Перейду к другому типу романов, которые характеризуют письменную литературу XX века и которые, мне кажется, очень важны для того, чтобы как антропологи мы подошли к тому, каково символическое творчество в литературе XX века, когда писатель пишет большой роман, он обычно ставит перед собой задачу восстановления целой эпохи, целого периода, как делал Толстой в войне и мире, скажем, в какой-то степени Ванни Карениной или же решение на материале данной страны и данного времени решение некоторых общечеловеческих проблем это обычная сюжетная схема большинства романов Достоевского. У Достоевского есть романы и другого сорта романы, в которых ставятся более узкие локальные проблемы касающиеся именно России таковы Берсы роман в котором поставлены некоторые вопросы важные для России для соотношения власти и общества гражданского общества протестующего против власти и самой власти все эти проблемы Достоевский пытается решить на материале вымышленного провинциального города в тогдашней России мы знаем что Достоевский при этом как бы опирается на материал вполне реального события которое произошло в России в это время в это время создания кружка Нечаева политического деятеля который причастен к созданию революционного террористического движения в России то есть романы могут ставить перед собой общечеловеческие задачи могут ставить задачи исторические воспроизведения какого-то определенного периода времени и характерных для него героев настроений мысли как мы видим у Льва Толстого но как всегда в романах такого широкого типа мы видим наличие рядом с главным героем или несколькими главными героями мы видим наличие многих персонажей то есть в описание вовлечены разные социальные типы мы узнаем много разного о людях которые могут жить в это время в этом месте сообразно с теми обстоятельствами которые интересуют автора автор на этом материале решают какие-то гораздо более общие задачи часто общекультурные общеисторические или общефилософские как у Достоевского как обстоит дело с романами этого широкого типа в 20 веке я опять приведу два примера один пример из русской литературы другой пример из западной литературы мой пример из русской литературы это роман замечательный с моей точки рождения роман Василия Гроссмана жизнь и судьба два слова о герое и авторе авторе как героя Василий Гроссмана замечательный русский писатель с очень сложной судьбой ему пришлось испытать на себе колоссальные трудности которые вставали перед одаренными авторами в советской России его роман который он хотел напечатать в обычном толстом советском журнале был из этого журнала отправлен редактором писателем Кожевников был отправлен редактором в КГБ в главное полицейское управление советского времени и КГБ приняло решение не арестовывать автора но арестовать роман точнее все копии романа и были взяты арестованы экземпляры которые были в редакции которые сам Гроссман послал в редакцию экземпляры которые были у Гроссмана у его машинистки узнали сколько она всего печатала и соответственно с этим изъяли у всех у кого могли копии этого романа роман находился под контролем тайной полиции тем не менее оказалось что один из друзей Гроссмана смог сохранить подавленный ему экземпляр копию которую переправили довольно сложным образом тогда за границу и она была напечатана за границу много спустя роман стал выходить уже по-русски когда изменилась вся ситуация в России ну вот все это испытал Гроссман но существенно для понимания романа то что испытал Гроссман до этого то есть жизненный опыт Гроссмана как он представлен в романе роман из материалов касающихся Второй мировой войны это ключевое событие всего гитлеровского похода на Россию поход кончился неудачно из-за проигранного сталинградского сражения и сталинградское сражение это главное что описано в романе жизни судьба гроссман участвует в этом сражении участвует как героический журналист вы знаете бои в Сталинграде происходили на том берегу который обращен к западу ну к Европе а тыл и армия ну и все чем армия живет больницы резервы и так далее все находилось на противоположном берегу и гроссман как другие журналисты ночевал на восточном берегу Волги с риском для жизни каждый день рано утром и поздно вечером переправлялся на другой берег где была линия фронта линия фронта шла по городу по домам жилым домам которых в это время уже не жили сражались и грозный проводил весь день там среди бойцов видел сражение участвовал в сражении и потом вечером опять возвращался ночевать на тот берег и писал там корреспонденции которые отсылал в тот же день в военную газету красная звезда он был корреспондент красной звезды его замечательные фронтовые записи сохранились все находятся сейчас в российском государственном архиве литературы искусства РГАЛЯ сейчас ими пользуются там не только наши специалисты но и во всем мире есть специалисты историки которые описывают историю военную историю второй мировой войны Сталинградскую битву и материалы Гроссмана его ежедневные записки имеют большое значение они важны потому что мы видим из чего вырастает роман я пытался сравнить некоторые из дошедших до нас фронтовых заметок корреспондента Гроссмана с тем как он описывает сражения иногда преуменьшая размеры сражения предположим описывается какой-то снайпер который за день убил большое количество людей Гроссман указывает реальное количество своей фронтовой записи а в романе этот эпизод существует но снайпер убивает меньше людей я подумал почему потому что Гроссман пишет как писатель реалист его задача внушить доверие читателю он хочет чтобы читатель понял что Гроссман все это видел что это все реальность а очень большие цифры предположим что снайпер мог в один день убить 30 немецких солдат и офицеров это кажется немного невероятным как один человек такое количество вот этого писателя хочет избегать то есть иначе говоря писатель когда пишет документально обоснованную книгу он не ставит перед собой задачи буквально произвести точно каждый факт каким тот был он хочет так передать этот факт чтобы в передаче факт не потерял своей фактичности своей укорененности в реальных событиях для этого иногда приходится менять какие-то подробности как в этом случае который я привел Гроссману удалось создать картину сражения в которой участвуют самые разные люди с самыми разными противоположными намерениями намерениями то есть задача романа это не просто сопоставление фашистской системы фашистской армии причин ее поражения и советской армии советской коммунистической системы и причин ее победы в романе задачи автора гораздо шире но ему удается при этом одновременно написать некоторую важную главу военной истории этого времени это мне кажется особенностью того что вносит роман 20 века я с этой точки зрения хотел бы подойти к роману который может быть некоторым из слушателей менее знаком хотя есть два русских издания два разных русских переводов роман написан по-французски хотя он в основном об Испании это роман замечательного французского писателя прошлого прошлого века Андрея Мальро роман называется по-французски Леспуар Надежда на роман об одном эпизоде гражданской войны в Испании в начале 20-х годов была относительно демократически организованная республика против которой выступили заговорщики во главе с фашистом генералом Франко генерал Франко сумел привезти в Испанию какую-то часть колониальной испанской армии из испанских колоний как Марокко в Северной Африке и с помощью этих войск и с помощью фашистов которые находились в самой Испании после длительной многолетней войны Франко побеждает это собственно первая большая победа фашизма в Европе против Франко объединились с испанскими рабочими с теми кто был антифашистами в Испании объединились многие люди в других европейских странах многие приезжали как добровольцы многих посылали из других стран которые противостояли фашизму это была ситуация тогдашнего Советского Союза который в целом тогда был настроен против фашизма это было еще до сговора Сталина с Гитлером и в это время некоторые крупные руководители Красной Армии главная Советская Армия они были отправлены в Испанию ну например испанской артиллерии в это время командовал один видный российский генерал специалист в артиллерии который передал эту войну и потом интересно о ней рассказывал многие русские погибли в Испании или были убиты на фронте некоторые пали жертвами сталинской тайной полиции которая с какого-то времени стала систематически уничтожать тех кто успешно боролся с фашистами в Испании испанские события освещены не только в романе Мольроу но в замечательной книге английского писателя которого вы все знаете хорошо его роман 1984 год был широко известен в России еще до того как осуществилось предсказание этого романа когда погиб тот фашистский предуществ режим который Орвел автор романа в нем описал Орвел был английским социалистом как социалист он симпатизировал противникам генерала Франко поэтому приехал в Барселону это был один из центров сопротивления Франко там Франко сопротивлялись анархисты представители самых левых партнер и вот к ним за поддержкой обратился Орвел и история этого времени им описана в замечательной книге фэйвэлл тук каталония прощай каталония где Орвел описывает не только беды которые происходили с Испанией из-за восстания франко из-за террора франкистов но и беды связанные с тем что Сталин стал посылать своих агентов в Испанию и они там стали наводить тот порядок который Сталину сказался угодным вот весь этот клубок социальных и политических противоречий описан очевидцем в романе Мольро Надежда ну и поскольку я заговорил о романах в связи с испанской гражданской войной я должен напомянуть замечательный роман американского романиста Эрнеста Хенгуи For whom the bell tolls по кому звонит кулаком название как помнят те кто успели прочитать его название взято из проповедя великого английского поэта поэта и проповедника Джона Донна Дон автор проповедя в которой излагаются мысли сформулированная примерно так если ты слышишь что звонит колокол не посылает узнать по ком звонит колокол колокол звонит по себе то есть это христианская идея внутреннего тождества людей друг к другу любых людей независимо от того во что они верят что они думают и так далее это христианская идея была выражена очень четко и точно Джоном Донном и у него взята Хемингуэм который поставил это эпиграфом к роману о том как люди отстаивающие эту точку зрения выступают против фашизма против идеологии с которой начинают воевать испанские анархисты испанские анархисты и испанские коммунисты левые партии Испании все были объединены в борьбе с фашизмом фашизм в это время в Испании в гражданской войне поддерживали силы связанные с генералом Франко но также поддерживали их и фашистские государства самой Европы в это время это уже были Муссолини в Италии и Гитлер в Германии то есть это была как бы репетиция столкновения фашизма и антифашизма которая произошла перед самым началом Второй мировой войны и сами эти начальные события показаны Хемингуэем таким образом что вы угадываете весь ход войны вы угадываете все что произойдет потом но я привел вам как примеры те романы в которых используется опыт гражданской и строго организованной цивилизационной войны в Испании я хочу сопоставить то что я вам сейчас рассказывал о романах связанных с военным опытом хочу сопоставить роман с исторической документальной основой исторической документальной основой романов о гражданской войне в Испании была сама эта война поэтому романы были написаны могли быть написаны теми авторами которые сами в этом участвовали вы знаете это не совсем обязательно конечно Лев Толстой не участвовал в Бородинском сражении он принадлежал поколению которое родилось позже он знал о Бородинском бою потому что он специально изучал литературу похода Наполеона о том как русские сопротивлялись Наполеону и так далее на основании изучения войны Толстой смог дать сериалистическое изображение Бородинского сражения и вообще всей Наполеоновской эпопеи потому что у Толстого самого был богатый военный опыт он в частности участвовал в том что описано в его ранних севастопольских рассказах то есть в Крымской войне войне которого Россия тогда вела в Крыму против объединенных сил нескольких европейских стран которые были против России значит писатель не обязательно сам участвует в сражениях которые написывает Пастернак сам не участвовал в тех боях с партизанами в лесу которые описаны в докторе Живаго когда Живаго оказывается вовлеченным в эту деятельность партизан помимо своей воли как раз как такой бильярдный шар он нечаянно попадает в партизан они его берут в плен просто да и он потом им служит ну вот вся эта история в романе Пастернака им изобретена на основании его знания о том что происходило в мировую войну что происходило в гражданской войне ни в той ни в другой войне сам Пастернак как военный не участвовал значит писатель не обязательно участник тех событий которые он описывает но он многое о них знает он многое дополняет своей фантазии но что касается испанской войны я бы предложил желающим самим перечитать несколько книг они все есть между прочим и по-русски в русских переводах или в русских оригиналах я бы предложил перечитать несколько книг но чтобы самим как бы сформулировать ответ на на вопрос какой степени художественная литература в частности роман 20 века с его возможностями изображения всех деталей насколько роман соответствует некоторой документированной истории я предлагаю это сделать на испанском материале потому что здесь несколько выдающихся романов и выдающихся книг документального характера можно по ним познакомиться с тем что же реально происходило значит я бы вам для этого рекомендовал прочитать или перечитать по ком звонит колокол Хемингуэй и прочитать замечательный роман написанный в это же время французским писателем Андре Мальро который был антифашистом и создал в те годы свою собственную эскадрилью он был так немножко авантюрист не только писатель но летчик он создал свою собственную эскадрилью купив между прочим за небольшие деньги какие-то старые экземпляры самолетов там летали как он антифашисты которые участвовали в борьбе с франком и он командовал этой эскадрильей эскадрильей имени Андре Мальро это начало испанской войны в какой-то степени в той же мере в какой роман Мальро Леспуар связан с опытом Тервальской битвы то есть битвы Тервуэля в определенном месте Испания где сражалась эта интернациональная бригада в такой же мере отражение происходившего на фронте есть в книге по ком-то нет колокол и в замечательной документальной книге которые носят чисто автобиографический характер это испанский дневник нашего замечательного автора журналиста Михаила Кольцова Кольцов был потом расстрелян это было в эпоху Сталина Беде когда Беде имел какие-то личные счеты с Кольцовом их свел с ним хотя с Кольцов в Испании был бы первоначально как бы таким представителем советской власти и лично давал какие-то отчеты Сталина но тем не менее позднее его не наградили а наоборот арестовали пытали преследовали Испанский дневник прерван по той причине что арестован был Кольцов но это замечательная книга я рекомендую вам прочитать эти книги и вот упомянутые уже мной книги книгу Оруэлла про «Чай Каталония» чтобы составить представление не вообще о том что такое роман а что такое исторический военный роман в соотношении с документальными фактами вот пожалуй что на этом я остановлюсь в характеристике романного жанра а дальше у меня нет времени чтобы перечислить каждый из существенных жанров прозы и поэзии но я все-таки остановлюсь на нескольких жанрах и о каждом из них немного скажу давайте пользоваться рубрикация которая у нас принята по отношению к русской литературе мы различаем с вами большие романы такие как вот упорянуты романы Льва Николаевича Толстого и Достоевского и более короткие произведения которые как роман могут иметь главного героя и некоторое количество других действующих лиц но это все ограничено в количестве персонажей в объеме самого текста это повесть ну так как мы знаем повесть целого ряда крупных писателей скажем повесть Чехова Степина у Чехова несколько произведений этого жанра как и следующего по объему жанра короткого рассказа который широко представлен в русской и вообще в мировой литературе и из числа по-видимому самых ранних жанров письменной литературы но вы знаете романы и повесть тоже появляются сравнительно рано но если говорить о мировой литературе в целом то мастера формы рассказа довольно рано появляются в западных и восточных литературах я имею ввиду скажем классическую китайскую литературу характерны именно короткие рассказы как тот жанр который характеризует письменную прозаическую традицию теперь что касается письменной поэтической традиции то она имеет некоторые особенности которые сильно связывают ее с фольклором то есть в поэтической традиции гораздо больше чем в прозе сказывается важность предшествующего канона предшествующей принятой поэтической формы так например в России характер поэтической формы изобретенные созданные поколением Пушкина не одним Пушкином а несколькими замечательными писателями которые в это время до во время и сразу после Пушкина работали я имею ввиду таких как Жуковский Вяземский и Баракенский вот совокупность этих авторов вместе с Пушкиным создали некоторый образец русского поэтического произведения которые в формах поэм коротких стихотворений совсем коротких эпиграмм и так далее вот вот эта традиция продолжала вплоть до 20 века пока не возникло несколько новых течений которые в принципе меняют характер литературы вот последнее на чем я сегодня хотел бы остановиться это на роли авангарда новых течений в искусстве вообще ну и в частности я рассматриваю это на примере литературы значит авангард это явление характерное для горячей культуры поэтому здесь я возвращаюсь к тематике холодная и горячая культура вы помните что горячая культура это такая культура которая вставила развитие во времени в характер своей деятельности писатель или любой человек искусства художник музыкант живописец и так далее любой кто работает в каком-то искусстве может либо следовать традиционной форме это характерно для всех холодных культур или может пытаться создать нечто новое в своей области искусства или какое-то новое создание промежуточное между несколькими искусствами соединения скажем музыки и живописи в каких-то образцах сложного смешанного аудио визуального искусства которое характерно в частности для 20 и 21 веков так так вот каждый раз в горячем обществе в искусстве с горячей культурой возникают опыты создания принципиально нового явления литературы это новое чаще всего касается форма то есть касается некоторых элементов выражения наших образов или характера самих образов но отчасти это новое касается конечно и содержания то есть в каком-то отношении конечно форма всегда опаздывает по сравнению с содержанием то есть содержание на каждый исторический момент каждый исторический период в какой-то степени обновляется люди начинают рассуждать писать на темы которые достаточно далеки от традиционных тем возникают новые темы не всегда эти новые темы соответствуют тому что мы хотим обязательно передать с помощью тех средств с помощью тех возможных средств которые уже есть у классической традиции мы вынуждены пользоваться элементами классической традиции то есть когда Гроссман пишет «Жизнь и судьба» он конечно помнит как написал Толстой военные сцены в своих романах и Гроссман не то что следует во всем Толстому но он отдаленно помнит что надо изобразить психологию каждого из персонажей то надо что-то характерное для него сказать в каждой реплике героя и так далее то есть какие-то черты которые уже выработаны предшествующими писателями предшествующими авторами классической традиции они всегда сохраняются и у новых авторов но новые авторы как правило вводят свои черты достаточно особенные по сравнению с традицией ну для того чтобы это проделюстировать я вам самим предлагаю сравнить те романы которые вы либо читали либо можете перечитать в качестве ответа на мой вопрос вопрос я сформулировал бы так попробуйте сами обдумать что общее с историческими военными сценами в войне и мире можно найти в нескольких произведениях русской литературы 20 века и я здесь кроме доктора Живаго я уже упомянул эти сцены касающиеся сражений лесного воинства партизан в Сибири в котором участвует доктор Живаго кроме этих сцен из романа Пастернаха я бы рекомендовал вам перечитать Белую гвардию роман замечательный роман Булгакова я думаю что это наиболее интересное из его больших сочинений Белая гвардия Булгакова и Тихий Дон с не совсем ясным автором это вопрос который до сих пор решается нашими литературведами учеными так или иначе один из замечательных современников гражданской войны где-то в 20-е годы написал роман который был потом издан с фамилией автора Шолохов и название Тихий Дон ну относительно того кто мог быть автором есть разные точки зрения может быть такой известный казак писавший как профессиональный писатель Крюков может быть некоторые другие авторы мы не знаем но так или иначе роман замечательный и роман тоже традиции которая в какой-то степени основана Толстым но в Тихом Доне как и в Белой Гвардии Булгакова как и в докторе Живаго Пастернаков мы видим не просто продолжение толстовской традиции а ее сильные виды изменения поскольку речь идет о горячей культуре о культуре которое каждое новое произведение создает с учетом того что мы не только дополняем что-то от своего времени но мы пробуем и характер изложения сделать более современным в этом смысле 20 век очень интересен литература 20 века это преимущественно авангардная литература создавшая много новых литературных форм и в этом отношении литература похожа на другие виды искусства о которых просто у меня сегодня нет времени сказать только могу сказать что и музыка и живопись и скульптура и другие формы искусства 20 века не говоря уже о совсем новых видных искусствах как кино в какой-то степени телевидения как искусство все эти виды искусства конечно имеют на себе отпечаток нового времени то есть времени когда искусство это прежде всего создание авангарда создание новых форм которые в какой-то степени соответствуют новым чертам содержания то есть если мы вернемся к пониманию литературы как некоторые знаковые системы то мы увидим что речь идет не только о внешней воспринимаемой стороне знаков но и о концептах образах мыслях которые лежат в основе того или иного произведения при этом как я уже сказал обычно изменение форма идет не совсем параллельно изменению концептуальной познавательной стороны произведения то есть произведение может быть более традиционно в своей форме и менее традиционно в своем содержании и обратное возможно то есть соотношение традиционного и авангардного различно у разных авторов в различные разные периоды и даже у одного и того же автора степень авангардизма может быть разная то есть некоторые писатели как скажем тот же Пастернак начинали с очень авангардной поэзии и шли дальше к более традиционной прозе другие авторы как скажем Ахматова в русской поэзии начинала с довольно традиционных форм лирических стихотворений и постепенно приходила к совершенно новым поэтическим формам как большая поэма Ахматовой под названием поэма без героя само название уже полемическое потому что поэма это какое-то длинное произведение написано стихами которым есть основной герой а у Ахматовой нет героя и это характерная черта поэма Пастернак в средние свои годы между авангардизмом и традиционной прозой написал поэму Спекторски в которой вначале говорится «Я бы за героя не дал ничего и говорить о нем нескоро начал» То есть он декларирует вначале что ему не нужен герой кстати это вообще черта поэта романтика у Байрона начинается одно из больших произведений «I want a hero and uncommon one» «Мне нужен герой» «У меня необычное желание» и так далее то есть романтики часто обращались не только против традиционной формы но и против традиционного героя Таким образом даже такие черты традиции как наличие постоянного героя то о чем я говорил и о фольклоде и о прозаической ритерарии романе даже эта черта может отсутствовать в авангардизме то есть авангардизм это направление которое меняет любую форму любое содержание то есть вот то соотношение прогресса и регресса о котором говорит Томас Манн доктор Фауст и все оно понимается нами таким образом что прогресс это обычно движение в сторону современной логической мысли рационального содержания а регресс обычно возврат к некоторым очень традиционным архетипическим чертам унаследованной формы но соотношение этих двух полюсов в любой конкретной литературной вещи в любом конкретном произведении будь то роман стихотворение или произведение какого-то другого вида искусства соотношение традиции и нового соотношения классической формы и авангардной формы и соответствующих элементов содержания различных каждый раз мы должны учитывать то что писатель это продукт своего времени продукт некоторых обстоятельств которые сопровождают его писание условия которых он должен осуществить свои литературные планы и так далее поэтому каждый раз эпоха накладывает свой отпечаток на то что удается сделать отдельному мастеру но обычный отдельный мастер тем не менее остается либо внутри авангардной линии развития либо внутри традиционной но более холодной линии развития то есть вот эта классификация видов искусства на свойственной холодной культуре и свойственной горячей культуре она остается очень важной особенно для 20 и 21 века с их бурным ростом технологии которая конечно побуждает и все остальные формы культуры к развитию спасибо за внимание культуры 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 Продолжение следует...